Всем привет! С вами Лёха ЛС и Павел Никонов! И мы рады вас приветствовать в Борода BMX Парке на третьем сезоне Wintering BMX Battle. Сегодня у нас состоится еще одна игра одной восьмой нашего турнира, и мы узнаем имя очередного четвертьфиналистов. Первый участник сегодняшнего баттла является настоящей живой легендой отечественного BMX, а помимо этого он является иконой стиля вот уже не для одного поколения отечественных стритрайдеров. В своем первом баттле он без особого труда, но при этом на уважении, без сильной газки, вынес молодого райдера из Беларуси. Но сегодня ему придется использовать весь свой потенциал, потому что его сегодняшний соперник в своем первом баттле в нашем турнире сделал практически нереальный мув и просто выкинул из нашего турнира любимчика нашей аудитории Артема Агаркова. В том баттле он делал свои бенгеры и повторял практически сигнача трюки оппонента, который был уверен на 100% в своих заказах. Но не тут-то было, не на того рыжего напал. В общем, сегодня нас ожидает очень интересное противостояние старой и новой школы, поэтому приготовьтесь получать настоящее удовольствие от реального BMX. Итак, встречайте, пятая игра 1-8-3 сезона Wintering BMX Battle. Алексей Мальцев против Матвея Шарыгина! А вот и первый участник сегодняшнего баттла Алексей Мальцев. Леха, здорово! Здорово, Леха! Как у тебя настроение? Все супер, все прекрасно. Все нормально? Добрался как? На поезде, как по классике. Хорошо? Одним днем пока. Как обычно, то есть сейчас по-быстрому сыграешь и все, домой. Именно так. Ну, правильно, нечего от производства, как говорится, отрываться. Слушай, как тебе твой оппонент? Уважительно отношусь, круто катается на ходах. Ну, только респект, уважение. А как играть сегодня с ним планируешь? На своих трюках, иначе никак. Вот мне тоже так и окажется, потому что у тебя есть свои трюки, конечно, крайне интересные, но у него прям такие бенгеры большие на таких ходах. Я, конечно, думаю, что половину из них ты точно сделаешь, но там часть такая есть, которую придется напрячь. Я не сомневаюсь, что будут крутые бенгеры, но на что-нибудь кинуть, я думаю, что-нибудь попробую обязательно. Ну, я уже посмотрел ваш драфт-лист, и я так понимаю, что вы оба достаточно четко подошли вообще к изучению друг друга, и за это респект и тебе, и ему. Ну, слушай, ну, наверное, я тебе пожелаю удачи сразу, да, сильно тебя томить не буду. В конце скажи, пожалуйста, кто твои партнеры, кто тебя поддержит в мире BMX? В первую очередь меня поддерживает моя семья, родные, близкие, жена, родители, и магазин Stress Bike Shop, бренд Stress и бренд Antitor. Им всем огромный респект. Леха, тебе удачи. Че, погнали? Погнали. Let's go, ребята, будет жарко. А вот и оппонент Лехи Мальцева, Матвей Шарыгин. Здорово, Матвей. Привет, Паш. Рад тебя видеть. Много времени прошло с того баттла, и вот он вновь ты. Где вообще был, как катаешься? Я знаю, что ты тряпуешь по России, в какие-то города заезжал. Расскажи, пожалуйста, про это подробнее. Ну, вкратце, что, я после баттла поехал в Краснодар, потому что там уже было достаточно тепло, можно было кататься на улице. И, в принципе, два месяца провел там, никуда особо не выезжал, потому что везде еще была зима. Ну, катался, готовился. В целом, вроде подошел нормально к баттлу. Вот. Готов ли ты сегодня к такому сопернику? Леха очень техничный райдер. Как бы не одними бенгерами его можно взять, и нужно что-то будет повторять. Вот это вот техно его. Готов ли ты к этому? Может быть, ты что-то тренировал здесь до этого? Вообще знаешь, как Леха катается? Ну, конечно, я посмотрел все, что у него там есть. Инстаграм весь, знаете, видео. Но он очень круто катается, понятно дело, мы его все знаем, типа, и очень давно он катался там, очень круто, когда я даже не знал про BMX. Что? Ну, Леха, я вот пришел к выводу, что Леха без преувеличения самый непредсказуемый оппонент. Потому что, ну, у него столько трюков, что как бы ты вроде готовишься и думаешь, что готов. Ну, в общем, мы увидим на баттле, я не знаю, но вроде готов. Смотрим, что он будет гадать. Короче, страшно немного. Да, я вижу, Матвей немного переживает, потому что реально соперник такой немножечко неудобный, от него можно ожидать все, что угодно. И у него арсенал трюков просто, ну, большой, как сказать. Вот, давай, и напоследок, скажи, кто тебя поддерживает в BMX, как вообще двигаешься, как партнеры? Меня поддерживает, конечно же, Скелетон Байкшоп, большое им спасибо, они помогли мне сюда приехать, накинули деньжат. Также бренд одежды Они, я постоянно в комплексном, эксклюзивном шмоте, всегда меня подогревают. И, конечно же, с недавнего времени представляю уже полноценно Трафа, это кеды, засылают мне у меня вот новые камбуки белого цвета. Круто, кстати, у меня камбуки черного цвета, респект Трафе, тоже подогнали вообще от души. И особый персональный респект, естественно, рыжему Тёме Агаркову. Тёмыч, тебе шат-аут. Ну что, погнали к батлу? Погнали. Давай, удачи, полетели. Летим, воу! Итак, жеребьёвка, ну а перед началом жеребьёвки Павел Никонов, главный судья нашего турнира, зачитает драфт-лист. Итак, Лёха Мальцев забанил Матвея Шарыдину опа-бары, опа-тейл-випы и рейл-райды, в то время как Матвей забанил Лёхи крэнк-флипы, крэнк-кармы и лаки. Фу, вот как-то так. Так, ну а монетка у нас, очередная монетка от Палака Палкинсона, нашего второго оператора. Какая-то тут просто сатана происходит. Орёл и решка, чуваки? Орёл. Орёл, решка. Орёл, решка. Всё, погнали. И это... И это решка, начинает Матвей Шарыги! Шандаут в прошлый сезон, гадаю, волрайд на вип для своей любимой, мамули. Было замечено какое-то неправильное движение ногой задней от нас. Да, у него задняя нога слетела на заднюю пегу, поэтому, к сожалению, нет, не считается. А как хорошо всё начиналось. Йоу, заказываю One Foot Manual здесь по плоскости. С подката в подкат. Как так? Реально нет. Ну хорошо, разменялись не заказами. Идём дальше. Мама, извини, пожалуйста. Зрители тоже. Сейчас добираем. Волрайдис. Нормально, всё в порядке? Вот это уже неприятно реально было. Ну что ж, вход переходит снова к Алексею Мальцеву. Вот здесь по Рейлу овердабл на Hard 360. Как он выйдет, Волдухар, Лёху. Красавчик, Лёха. Кстати, от Лёхи не так часто увидишь такие вот движения. Вообще реально кайф. Хорош. Молодец, грязненько. Считается грязно, но считается. Хорош, сразу отбился. Молодец, Матвей Шарыгин. А мы, собственно, от этого парня не ожидали меньшего. Гадаю нау-хэнд. Из этого подката через этот квотер в тот подкат. Ну как так уже? Третий не заказ подряд. Матвей Шарыгин явно пока не собрался. Либо переживает из-за своего оппонента, что, скорее всего. Вот в этом подкате ОПДС в режиме. Ну как так, ребята? Почему парни вообще не могут заказать даже свои трюки-то, которые, казалось бы, у них уже в кармане. И веник даже подскользнулся. Что-то явно не то. Пишите в комментах. Давай еще раз нау-хэнд. Точно так же. Красавчик, на это расстрельнул как надо. Ну давайте обратимся к Павлу Никонову, потому что вы же все прекрасно знаете, как он обожает ноу-хэнди. Есть у вас вопросы? Суть по всему, нет. Считается. Хорош, Леха выкинул руки. Но немножечко не та техника, которая нравится Павлу Никонову. Давайте зададим вопрос. Считается это или нет? Почему техника мне не нравится? Нравится, смотри, какой ноу-хэнд. Ноу-хэндище считается. Так, еще разочек. Панфут Мэйнл пробую. Пока не получается, но надеюсь, все будет. Поехали. Хорош, Алексей Мальцев. Нет, это уже высший пилотаж, крайне сложный баланс. Павел, есть комментарии? Да, комментарии есть. Очень крутой баланс. Я, кстати, его тоже делаю. И достаточно олдскульное движение. Чуваки, делайте тоже. Реально прикольный трюк, особенно по ощущениям. Отличный комментарий. Спасибо, Павел. Молодец Матвей практически проехал всю дистанцию на этом крайне сложном олдскульном балансе, как сказал Павел Никонов. Но все-таки полтора метра где-то, а может быть даже и два, не хватило. Смотрим вторую попытку. Ай-яй-яй-яй-яй! Уже передним колесом прям на стык приземлился, но не хватило. Нет, это не считается. Малик, этому молодому человеку я даже не рискну предложить. Потому что любой трюк. Тем не менее, тебе респект, потому что, несмотря на то, что ты первый раз попробовал, ты практически всю дистанцию проехал. Я думаю, если бы ты полчасика буквально трюк получил, ты бы его сделал. Почти получилось. 1-0, что? Леха Мальцев реально. Респект. Беру то ли крышу, то ли собаку. Третий раз. Шат-аут Дженни Симоновым. Загадывай в All-Right VIP. На этот раз правильно. Приседясь к матвеям. Сто-пудовый вариантик, ребята, запоминайте. На этот раз реально правильно. Хорош, ехо, закинулся. Все шансы. Повторите, этот элемент вело-фристайла у Алексея Мальцева имеются. Я никогда этого не делал, поэтому это просто первые попытки реально было ради на еду. Леха, нормально? Самое главное. Я сегодня в шутках, поэтому в целом. 1-1. 1-1. Респект. Проказываю в этом радиусе педал, педал-стол на далл-пэк на ОПА-270. Не на то скольжение перешел, не на дабл, а на фибл сам расстроился. Но ничего, Матвей тем временем немножечко расслабился. Да, мы тут стояли. Сразу давай тут и загадаем. Так, драйвер через дестол. Через дестол. Шутаут. Мельнику, Владу, Тёме, Москвичёву. Давайте парни тоже. Водитель грузовика? Yes. Он самый. Респект. Пиши в комментах, у кого круче. У Влада, у Тёмы или у Матвея. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, ты ещё не написал в комментах, а сейчас самое время писать, у кого круче, у Влада Мельнику, у Артёма Москвичёва или у Матвея Шарыгина. Осталось только вставить в эту трёшечку бар-спин. И тогда правильный ответ будет у Лёхи Мальцевой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. К сожалению, нет. Рискну предложить Маллиган. Нет. Олег, не отказывается от Маллигана. Ещё 2-1. Матвей Шарыгин вырывается вперёд. Надолго ли? Думаю, нет. Заказываю ОПА-360 через эту пирамиду. Так же, как тракт был. Вот это нижний брейк в конце. Лёха, нормально всё? Слушай, на велике нормально. И по брейку тоже угорает. Лёхи, респект. Гадаю дабл-пэк по этой футовой кирилле на фонете БАД. Шат-аут Кириллу Дик-Ину. Походу, не шат-аут. И не Кириллу Дик-Ину. Отличная новость от интернет-магазина фактстор.ру. Недавно к ним на склад пришла свежая поставка отечественного бренда ТСБ. Мы получили долгожданные четырёхэлементные рули, которые, кстати, делаются в Питере. Это Limbo и Tracker. Приехали новые штаны Ghost Drive 160 мм в чёрном цвете и хром. А также у ребят обновилась цветовая гамма. Теперь у Звёзд есть Oil Sleek цветы. И доступны они на 28 зубов с гардом и без. А также приехало много расходников. Таких как педали, рулевые. Да и в принципе, вы знаете этот ассортимент. Подробнее у нас на сайте. Смотрите, ознакомьтесь. А также новость. Скоро мы получим рамы и велосипеды от бренда ТСБ. Так что следите за новостями. Всем респект. Показываю Смит, Хард 1.8 наверх на грани и халфкап с грани. Да, уходи. Наобитно, вот Матвей как раз стоял, сейчас говорил, ну, у меня уже, говорит, с моей стороны. Оказалось, что у Лёки-то ещё уже. Соревнуете, у кого уже? Ребята, ну это жёсткое соревнование. Ещё раз гадаю, дабл-пэк, Хард 1.8 бар. На этот раз шат-аут Кириллу Дигину. Кирюк, шат-аут. Диг ин. У-у-у! 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 Для меня всегда останется загадкой, почему не с других пэк, почему именно с этих. Я не понимаю, если вы понимаете, пишите в комменты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! И, к сожалению, нет, на этот раз тоже Маллиган не будет использоваться Алексеем. Не его трюк, откровенно. И счёт, к сожалению, пока 3-1. Заказываю ещё раз. Смит Хард 2.8 наверх на халл хэп. Гол. Ну вот очень обидно. Крайне креативная и красивая комбинация. Но, к сожалению, чуть-чуть в конце не получилось. Обидно. Гадаю вид дроп с этого бокса. Класс. И снова Матвею прям не везёт с этим трюком. Практически такая же ошибка, как на вуллрайде. В самом первом передняя нога у него слетела с шатуна. Он утверждает, что она у него стояла на шатуне. Давайте к Павлу Никонову обратимся. Я точно видел, что прям, ну, нога прям явно не там, где должна быть. Давайте посмотрим. Матвей утверждает, что нога была вот здесь. Вот давайте я покажу в своих новых трапах. Не, ну не на... Вот здесь. А педаль-то у нас вот здесь. Ну, да, конечно, педаль-то у нас. Типа она, знаешь, где у него была? Типа вот здесь вот. Не, ну она, типа, у меня был носок, типа, вот на... Прям на болте, я тебе отвечаю, серьезно. Да-да, я вижу. Вот, ребят, на болте, если там видно. Вот, смотри. Ну, а у тебя шатун кверху. Ну, окей, вот. Нет, не считается. Нет. Черт. Беру то ли крысу, то ли собаку. Еще раз с мид-харт наверх, халкэп. Надеюсь, все выйдет. Красавчик, Леха. Очень рад, что эта комбинация добрана. Именно в нашем геймо-байке, Лехе Мальцеву. Редспек. Молодец, Матвей. Закинулся на начало этой сложнейшей комбинации. Не думаю, честно говоря, что у него получится. Вот, откровенно. Это прям... Ну, другой уровень БМХа. Алло. Маликан, не буду тебе предлагать. Правильно? Не надо даже. Три, два. Вип, еще раз дроп. Сделаем получше. Хорош. Похоже. Да, очень похоже, но теперь больше в шатун. Да, считается. Теперь в шатун. Судя по всему, Алексей даже не будет рисковать, да, Леша? Ему жалко ноги. Это значит опыт, ребята. Вот, пожалейте свои ноги. После 30 начинаешь не только ноги жалеть, но и о том, что вообще БМХом занялся. Лехи все равно респект, но, к сожалению, для него счет 4-2 в пользу Матвея Штаргина. А у нас гэсклип. И на гэсклипе у нас участник пасту Винтеринг, которому немножко не хватило до основного состава. Это Кирилл Голубев, а.к.а. Дельта Пусси. Как он сам нам рассказал только что, отлично учился в школе на одни пятерки, потом что-то пошло не так, и он стал стритером. Респект тебе. Как настроение? Да, вот так получилось. Слушайте, настроение огонь. Вот только недавно пригнался Нью Стар Кэмп, над которым мы откипели просто по полной. Вот. Так, настроение кайф. Заряжен делать трюки. Я думаю, что больше говорить нечего. Типа, погнали, блин. Респект ты, может, кого-нибудь передашь? Да, передам. Во-первых, своей любимой девушке, Сонечка Скир. Люблю тебя. Вот. А также моей локальной тусовке LocalBem. Собственно, мои парни. А также, йоу, привет, за которых я шью и катаюсь. Вот это респект, реально. Ну что, покажи ты агэсклипчик, погнали. Давайте. Всем привет. Заказываю Ванетти Фибл на Смит на халфкэп по грани. К сожалению, нет. Полностью в согласии с Павлом Никоновым, к сожалению. Заказываю фудплент треху на фейке в Коте Краснодар. Всем привет. Хорошо, прикольно. К сожалению, нет. Но у Лёхи, кстати, с фудплентами, фастплентами проблем нет. Насколько я знаю, он должен сделать. Я верю в это. Ну, как так? Нет, точно, Малибин. И, к сожалению, нет. Но Матвею Респект очень прикольным трючком Лёхе Мальцеву поставил еще одну буковку. И счет у нас тем временем уже такой неутешительный для Алексея. 5-2. Мы уже поставили Лёхе букву в протокол, но он тут подумал и пришел к выводу, что дальше будет трюк, с которым он уже точно не справится. Поэтому Алексей берет... Малеган. Лёха, тебе респект, удачи. И по классике, ребята, Лёха Мальцев берет Малеган! К сожалению, даже несмотря на то, что вот так вот мы Малеган у Лёхи выудили, не получилось у него, честно говоря. Обидно. Ну что ж, смотрим следующий заказ Алексея Мальцева. Заказываю Далл Пэк на ОПД-70 в радиусе. Ну как так? Ну, видимо, сегодня просто нелёгким день. Такое бывает. Это ни в коем случае не умаляет его достижения. В BMX мы его все очень любим и максимально респектуем. Не хочу заиграться, бары ВИПы закрыты. Свои рискватеры. Вот такой вот респект от новой школы. Гуку Джи нарисует. Джи-код. Как-то так. Как-то так, ребята, как-то так. Ну что ж, вот подошел к концу этот батл. Результат, на мой взгляд, вообще не очевидный. Я не ожидал, что так получится. Лёх, тебе спасибо большое. Ну, честно, я немножечко расстроился, что у тебя не получали заказы. Но, тем не менее, пару крутых тричков ты нам показал. Поэтому тебе в любом случае респект. Как ощущения после такого батла? Да, ощущения нормальные. Ну, как-то плохо раскатался. Может, не знаю, не получались мои трики, которые я, в принципе, делаю регулярно. Поэтому всё пошло не так. Но зато попробовал новое для себя. Там, в Урайт ВИП. Но хэнд обычно я не делаю. Всё. Ну что ж, всё равно круто получилось. Ещё раз тебе спасибо большое за то, что ты принимал участие в нашем турнире. И это реально классно было каждый раз на тебя смотреть. Матвей, ну тебя я поздравляю. Ты молодец. Ты с одним из самых, на мой взгляд, легендарных просто участников нашего турнира столкнулся. И вообще, ну, с приличным счётом его обыграл. Как у тебя ощущения? Не зазнался ещё? Да, спорное ощущение, на самом деле. Потому что как-то не понял. Начиналось с того, что оба вроде придумали программу стабильную. И такие, бам, никто не может загадать. И потом как-то уже счёт пошёл, пошёл. Ну, угадал, что умею, пацаны. Лёха точно так же. Ну, мне как бы чуть со стабильностью повезло больше. Вот и всё. Рад, конечно. Чё, красавчик. Ты проходишь дальше в 1-4. Молодец. Павел Никонов, главный сыр для нашего турнира. Заключительные слова. Ну, чё сказать. Победила новая школа. Да, и, естественно, вот все поняли уже, что у Лёхи не задалось сегодня. Поэтому он не показал нам весь свой арсенал техно-трюков. Матвею чуть более повезло. И показал все свои заготовочки. И флером вот так вот закрыл эту историю. И попадает в 1-4. Всё, в принципе, добавить нечего. Всё видели сами. Ну, что ж, ребятам в конце мы дарим, как всегда, проходки в наш замечательный скейт-парк. Борода BMX-парк. Лёх тебе одну, тебе три. На словах админ есть ещё в курсе. Так что это, ну, видео вырежете, покажете. В конце респект нашим партнёрам. Это фактstore.ru, BRD, Они, NNK, Byte и Gorilla. А также респект всем, кто нас поддерживает на Boom Starter. Вы развиваете отечественную BMX-индустрию. И это факт. Ну, а с вами мы увидимся уже совсем скоро. Всем респект. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok